Ребятки, всем доброе утро. Я сегодня проспала. Точнее, у меня отрыгнулся телефон и почему-то не сработал будильник. Наверное, потому что мне нужно было выспаться. И не знаю, зачем мне нужно было выспаться. Но камина из камина, значит, зачем-то надо. Я сегодня, посмотрите, прогноз не обманул. Сегодня действительно хмурое утро. У меня сегодня, как я и говорила вчера, я хотела проскочить 40 километров. Вчера я проскочила 24 на автобусе до Виго, чтобы посмотреть Виго. Сейчас я из Виго еду, хочу на поезде, на местной электричке добраться до Ридонделла, до центрального пути и пойти уже по нему. Не тороплюсь. Я очень хотела успеть на день рождения в Сантьяго, но нет, я не побегу по 30 километров, я не буду все время читерить и проскакивать на транспорте. Пойду как пойду. Ну что, что теперь? Встречу в другом прекрасном месте. Вот, поэтому сейчас я иду на вокзал, там позавтракать, надеюсь, и начинаю свой сегодняшний день. Региональные небольшие электрички отправляются со станции вот этой вот Виго, хрен его знает, как читается, Ги, Гишар, Гичар. В общем, отсюда они с главной станцией. Купила билетик на поезд до Ридонделлы за 2 евро 25 центов. Отходит через 10 минут, но вот сказали, подойдет скоро поезд. Станция, никто не говорит на английском, но если написать на бумажке на начальную и конечную станцию и время отправления, которое вы сами нашли в интернете, то, может быть, вас поймут. Меня как поняли. Вот он уже стоит, мой поезд, такой совсем коротюсенький, видите, один вагончик всего лишь. Вот. Дашь-то мне сюда, да, туристы у меня. Это уже единственная, кто дарит на Деллу, я в пол. Блин, тут дождь. Все страны едут дальше, потому что отсюда можно уехать много куда из Вигу. И, кстати, в аэропорт отправляется автобус тоже в той же станции. Ребятушки, я в Ридонделле за 2 евро 25 центов я доехала до Ридонделлы и буквально всего 10 минут. Ну вот, да, вот так. Здесь накрапывает дождь, я надела мембранку, сейчас попытаюсь найти выход. И все, и мне куда-то налево. Я на карте Мэпсона присмотрела, что есть тропа вдоль речки, маленький-маленький кусок оставшийся вдоль реки, но, честно сказать, нету здесь почему-то выхода, то есть нужно делать большой круг, потому что там тропа вдоль реки к ресторану, вот. Ну, мне ресторан не нужен, поэтому я сейчас иду по кратчайшему пути, минут через так, где-то через километр я буду должна выйти уже на путь Сантьяго. и все, и дальше без всякого читерства. Ну, на самом деле, вот, есть эта обязаловка в 100 километров последних, но, если честно, я не очень понимаю, как можно, например, вот люди, которые идут в французский путь Сантьяго, в прошлом году у нас такая была история в Сарии, мы познакомились с тремя мужчинами, они от самого Сен-Джана шли, и когда им в Сарии начали говорить о том, что вы теперь должны дважды в день ставить печать монастырей, в Альберге, чтобы мы поняли, что вы прошли этот путь сами, о том, что все было честно, а оставалось там 100 километров, а они уже 700 прошли, и они стояли и не понимали, ну, как, как, мы же уже 700 прошли, как, нам не верят, что мы эти как бы 100 не пройдем, ну, даже если проскочишь ты немножко, ты уже прошел огромный путь, в общем, вот эта история, если ты идешь не только 100 километров, многие люди идут просто 100 километров, при этом у них рюкзаки на доставке, и они сами еще пользуются такси, вот, это одна история, а когда ты, извините меня, я сейчас сверю с картой, мне кажется, я могу не туда идти, вот, а когда ты идешь больше путь, то здесь, кажется, немножко совсем другая история, смотрите, вот этот вот поезд, с которого я села, он вот по этому мосту дальше ехал, в общем, чтобы выбраться на путь Сантьяго, с железнодорожной станции, просто держитесь левее, 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 и все, и, собственно, потом вы выйдете туда, куда нужно, вот иногда понятно, почему путь Сантьяго идет с такими сложными маршрутами вокруг города, чтобы от круг города можно встретить вот такие вот штуки, это вот Орео, Галисийские хранилища, встретить их в городах, это, конечно, не везде можно, в основном-то, конечно, они в деревнях, причем такие добротные, каменные, а вот еще здесь, смотрите, тоже, и церковь небольшая с колоколом, и еще одно Орео стоит, как-то их очень много в этом городе, честно говоря, если бы я здесь остановилась, я бы, наверное, почитала что-то про него, но, к сожалению, тот путеводитель, который я купила, электронный, по французскому пути, там очень много и подробно было написано, а по португальскому, к сожалению, к сожалению, немного, по крайней мере, вот, прибрежный маршрут вообще не был описан, в принципе. На сегодня у меня план на сегодня таков, что нужно пройти либо 10 километров, либо 20. Между 10 и 20 отелей и, ну, альберги нет, даже на букинге ничего нет. Соответственно, найду по вот этим всем прекрасным пейзажам, деревенькам, а когда они заканчиваются, когда я прихожу 10 километров, я понимаю, могу я идти дальше или нет, и уже решаю. Вилигримы, которые решили сделать остановку, потому что проблемы с ногой. Такое бывает, что у людей встречаются проблемы, по пути появляются, и они делают день отдыха где-то. Вот тоже вилигримы. вилигримы. Чьи-то батеньки не выдержали. Я, конечно, удивляла на Камины Францесс, в чем люди идут дальше. Но я видела эти истории, в чем люди идут дальше. В чем есть, хоть в шлепках. Впереди еще пять пилигримов. Все, магия одиночного похода закончилась. Ребятки, и вот оно. Вот. 80 километров 691 метр до Сантьяго. Сейчас поставила штампик. Ну, просто такая вот точка здесь, где можно за донатива уже что-то скушать, кофе попить. Начали появляться такие мобильные точки. И штампы там тоже ставят, которые как бы подтверждают, что ты не проехал этот маршрут тоже, а прошел его, потому что они находятся в таких местах, где, ну, ни остановки, ни жидостанции нет. И что бы вы думали, полтора километра осталось мне до Контеве, вернее, до первой точки десяти километровой и той койки в хостеле, которая была, уже нет. Но время одиннадцать часов утра и я что-то решила все-таки идти до Контеведры. Если там не будет места в альберге, значит остановлюсь задорого в отеле. Ну, что делать? Вот, решила взять с собой пирожок. Пирожок с тунцом. Вот тут в кафе любят и ценят пилигримов. Я зашла купить кофе с эмпанадой и с тунцом, а мне еще целый мешочек подарили бесплатно всяких плюшек. Вообще милота. Такой узенький мостик. Машины должны пропускать друг друга. В пилигримах есть выделена полоса. Вообще, если идешь по центральному маршруту, то очень часто встречаются такие каменные мостики через речки на костер такого древности не было. Тут, есть пляж. Тоже приятно городишко остановиться на самом деле. Да, есть очарование в центральном маршруте. Сейчас дорога здесь забирает вверх по камушкам, течет водичка, но если пойдет дождь, тут, наверное, будет идти не очень прикольно. Вот. Так что, да, непромокаемая обувь или гортекс обязательно на Галисии. Если не ходить потом идти с мокрыми ногами. Ох, ребятки, сегодня сейчас уже осталось только вниз-вниз-вниз-вниз, но что-то меня под измотал этот подъем наверх в мембранке. Если бы я вам сейчас показала свою спину, я вот реально иду, меня задница просто не видно, нет. Самой потом интересно посмотреть. я просто чувствую, что она у меня просто мокрая по самой булке. Потому что пот со спины течет, мембранка вроде дышит, но дико жарко. Я все не могу остановиться, чтобы ее снять, потому что просто не хочется терять темп. Сейчас через два километра сказал дяденька будет что-то будет и штамп там даже можно будет поставить и собственно там я уже сниму свою курточку. Фу, потому что здесь тоже вроде бы солнце выглядывает, жарко-жарко. Потом думаю снять куртку, а вдруг становится ветрено. А я настолько мокрая, что меня продует, потому что ветерок все-таки есть здесь. Яблони цветут. У меня что-то ножки уже отстегиваются. Я сегодня иду в остановке как заведенная. Вот пилигримчик отдыхает. А я прям не хочу останавливаться, потому что я понимаю, что если я сейчас остановлюсь на отдых, я потом не встегнусь обратно в ботинки. я уже почти дошла до городка, до Понте Ведре, и здесь есть два альберги. вот один муниципальный за 6 евро, а второй за 10 или 12 но там можно зарезервировать. И я видя сколько людей здесь сегодня идет, решила на всякий случай забронировать койку. Написала им на e-mail и мне подтвердили вот сейчас, что да, койка меня ждет. Приходите. И я сейчас пока сидела у Капеллы встретила двух, трех людей из Санкт-Петербурга, двух Лены и Олега. Я с ними переписываюсь уже несколько дней в инстаграме и вот оказывается ну то есть они шли немножко впереди меня на день обгоняя но я же с читера проехала немножко и сегодня почему-то я их обогнала хотя они выходили тоже из Реданделла куда я доехала на но они вчера приехали из Вига сюда на автобусе так что мы все читеры вот они тоже забронировали в этом вот альберге втором себе койку так что так камина объединяет людей не только с разных стран но даже с одного города посмотрите какой у него хвостик могучий маленький хвостик че это с хвостиком а симпатюля что-то хвостик так дорогие мои друзья товарищи альберги в понте ведре выглядит вот так вот какие-то кельи на 6 6 12 еще какое-то количество человек вот здесь у нас товарищи санкт-петербурга которые убежали стираться и в общем-то народ подходит те кто резервирует комнату заранее оказывается на 6 человек и на 5 а всех остальных селит общую большую вот такую вот залу а резервировать можно по е-мейлу даже вот так выглядит человек которого заманили на сантьяго не надо про меня ничего сделай ссылку я там пишу про все плохое про